Мой дядя, самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог. Пушкинскими стихами и героями той эпохи встретили гостей в усадьбе Везёмы. Здесь прошло расширенное выездное заседание профильного комитета Мособлдумы на тему «Культурное пространство Московской области. Задачи и перспективы развития». Обсудили результаты работы в этом направлении за прошлый период, поставили задачи на будущее. «За эти шесть лет более миллиарда рублей выделены на новые театральные постановки, на детские школы искусств, на библиотеки. И, безусловно, это очень большой вклад. Но самое главное – люди, которые реализуют эту программу. И сегодня мы здесь все вместе будем обсуждать, что сделать ещё, чтобы культура дошла до всех наших деревень, посёлков, чтобы она была на достойном уровне в нашем регионе». В рамках реализации проекта «Единая Россия. Культура малой родины» поставлено более 250 театральных постановок. Прошли кардинальные преобразования библиотек и музеев. Теперь это не просто хранилища экспонатов и книг, а настоящие культурные центры, где проводятся различные мероприятия. Масштабная реставрация в рамках этого проекта коснулась и усадеб Везёмы. Для гостей провели экскурсию по залам музея, продемонстрировали главные его экспонаты и достопримечательности. «Это одна из жемчужин Подмосковья. У нас их много. Но вот усадьба, где был Пушкин, где всё связано с его именем, это, наверное, такое место намоленное, в котором приятно бывать. Мне кажется, человек, который даже не знает пока ничего может о Пушкине, но приходя сюда, он погружается в какое-то культурное пространство, в какую-то ауру». В ходе встречи обсудили и культурную программу на 2023 год. Среди мероприятий будут и посвящённые драматургу Александру Николаевичу Островскому. Ведь в этом году исполняется 200 лет со дня его рождения. Полина Бахова, Артём Ломоносов, телекомпания «Одинцова».